Всем привет, ребята! Всем хорошего дня, хорошего настроения! Мы продолжаем с вами рубрику «Творческая болталка». Так я ее и назову, потому что я буду с вами болтать, рассказывать последние новости и параллельно клеить брошки, заколки. Вы тоже параллельно можете готовить или что-то вытворять, творить. Творить от слова «творчество», а не от слова «тварь». Просили мы, значит, жару, все переживали, что лета у нас нет. И вот пришла к нам жара в Челябинск, плюс 30 на всю неделю. И я уверена, что уже больше половины жителей города Челябинска говорят, хотим зиму, когда уже Новый год, когда уже похолодает, ну хотя бы 25. Потому что невозможно, невозможно просто в такую жару существовать. Вот я поставила вентилятор себе почти под нос, ну как бы так, рядышком. И все, только под вентилятором можно что-то делать. Я вспоминаю туалет. Туалет в другой квартире, которую мы снимали, которая с клопами. Вы помните, кто смотрел мои видео, когда меня кусали. Я вообще летом не могла находиться дома, когда вот такая жара была. Что еще, не разогрелся, что ли? Когда жара стояла, я просто собиралась и уезжала на озеро одна. Потому что дома что-то делать. Все вентиляторы были направлены на ферму, как вы можете догадаться. Все, что прохладное в доме, все было направлено на ее охлаждение. Поэтому я просто собиралась и уезжала до вечера, чуть ли не до заката солнца, пока можно было что-то начинать делать. Сегодня с утра ждала девочку, девушку, клиентку. За крыльями должна была приехать. Написала мне, забронировала. В итоге она с утра написала перенос, просит на следующие выходные. Сегодня у нее не получилось. Я ей перенесла аренду. И мне пришел вчера вечером заказ с авито. С авито доставкой попросили отправить брошь. Вот эту мою из ткани. Самая первая моя брошь. Из Крыма девушка написала. И я сегодня собралась, значит, она заказала эту брошь и заказала заколку для волос с бантом. Черные кружевные у меня там есть несколько штук. Я сегодня собралась с утра, значит, идти в Боксбери. Авито доставкой, в общем, когда заказывают, вы либо на почту идете, либо в пункт Боксбери. Вот этот я первый раз сегодня ходила. Обычно я через почту России отправляла. Все, собралась с утра. Саша проснулся, говорит, поехали в цех, там кое-что поделать. Ножи как раз я приготовила. Он мне там хотел ножи поточить. Я говорю, ну, поехали, только заедем. Мне надо будет отправить. Все, заедем. Все, отправим. И ему тоже надо было на почту. Я его, значит, жду. Ждала его. Я бы уже раза два сходила туда-обратно. Я причем хотела пешком идти. Коробка, в принципе, небольшая, но такая тоже объемненькая получилась у меня. Ну, я его подождала. Мы, значит, собрались. И поехали. Поехали до почты тут ехать. Буквально, вот, я не знаю, немножечко до этой почты по дороге. Что мы... А, ну, я, конечно же, да. Я ему сказала, паркуйся вот здесь. Вот мы пешком пройдем там буквально 50-100 метров. Прогуляемся пешком. Там вот такая парковочка в тени. Я пешком хожу. Я-то знаю тоже, где что. Он как бы понял тоже, где эта почта находится. Но он решил прям вот, знаете, заехать на крыльцо этой почты. И мы слово за слово с ним. Он, я за рулем. Я сам там куда, че, как, что ты мне подсказываешь. Ну, я, соответственно, тоже говорю. Вот надо всем вот к крыльцу прям подъехать, знаете. Не могут там в метрах 100-200 встать в теньке и прогуляться спокойно до этой почты. Нет. Вот он заехал на эту парковку, где разгружается этот грузовик с посылками. Где выезжает другая машина. И вот втроем все там туды-сюды. Ну, припарковался. И в итоге припарковался со словами, типа, достала. Хлопнул дверью. И все. Я такая сижу, думаю, достала. Ну, как бы это достала, это я вам мягко говорю, как он сказал. Я думаю, да и нафиг мне это надо. Собралась, короче, выложила. Взяла свою посылку. Вот эту коробку. И все. Ему говорю, машину, говорю, закрывай. Я тебя ждать не собираюсь. Все. Я говорю, пошла. Иди. И все. Я взяла свою коробку. Он меня, главное, от дома у меня отвез в противоположную сторону от этого боксбери. Я взяла свою коробку, сумку. И пошла обратно в сторону дома, короче. Очень злая. У меня аж голова заболела от злости, короче. Я думаю, вот вообще. Дошла, короче, пошла пешком. А на улице 30 градусов. Ну, так-то ничего. Нормально я прогулялась. Думаю, я же люблю гулять. Все равно хоть шаги сейчас понашагиваю. Короче, в итоге я пошла пешком до этого боксбери дошла. Отдала я эту посылку. А у меня еще девушка, которая принимает. А у вас, говорит, нет резиночек? Случайно. Я говорю, нет, резинок сейчас нет. И она что-то давала мне. А напишите, пожалуйста, о чем вы там занимаетесь? Вот оставьте там данные свои какие-то. Как вас найти в интернете? Я ей написала номер телефона. Магазин на адрес. Говорю, вот заходите, смотрите. Но резинок пока нет. Дочке, говорит, уже на 1 сентября присматриваю резиночки, заколочки. Я домой-то пришла. Я такая думаю, так, сегодня у нас только 10 июля. А уже вот мамочки, да, уже смотрят заколки, резинки. А я вот сижу делаю белый как раз цвет. Мне надо белых заколок наделать, белых резинок. Но нет, резинки я не знаю. Резинки тоже надо делать. Тоже надо делать. Потому что в том году, 1 сентября, я немного пролетела. Пролетела с белыми вот именно брошами. С белым цветом. Очень много. Сами понимаете, на 1 сентября белый цвет всегда будет актуален. В общем, пришла домой с этой. Посылку отдала, отправила. Пришла домой. Ну и мне пишет девочка тоже с юлы. И тоже черную заколку. То они, знаете, лежат по полгода. То всем нужно в один день тоже черную бархатную, ой, бархатную, кружевную заколку. Заколка в банк. Заказала. Заказала водителя. Яндекс с этой доставки. Тоже так удобно. Он подъехал. Я ему спустилась, отдала. И он ей увез. И все, уже написала мне, что она довольна. Что я ее выручила. Быстро все ее покладываю. Думаю, ну вот, все, что делается, все к лучшему. Если бы мы уехали, я бы сейчас в цехе просто там не знаю, что бы делала с Сашей. И заколку бы не продала. А так 250 рублей. Сейчас хочу найти коробку, упаковку для брошей. Вот этих из ткани. У меня есть 5 штук. Я сделала. И я думаю, 5 штук вот этих красных отправить на пробу тоже посмотреть. Будет спрос, не будет. Кстати, предыдущие брошки, которые броши-заколки из фоамирана, уже пошли первые заказы. Ну а так, если брать в общем продажи июнь. Июнь, первый месяц лета, у меня он прям выдался очень тухленьким. А вот июль уже сейчас более-менее как бы пошли заказы, продажи, выкупы. Думаю, сегодня вечером, часов в 9, наверное, надо будет поехать до магазина, съездить. В ленту у нас круглосуточная. Сегодня воскресенье, вечер. Народу там должно быть мало. И когда солнце сядет, когда... Хотя, ну в магазинах, в принципе, кондиционеры. В магазин заходишь, и вот у нас КБ, даже пятерочки. Заходишь и выходить не хочется, потому что там прохладно, хорошо. А на улице я прям... Вот ветерок дует нормально, а если ветра нет, у тебя прям... Ты как будто горячим воздухом этим дышишь, и... Вообще ужас. Я думаю, как я вот собиралась, да, не так давно там на море, жить на море. Все-таки ведь душа-то у меня, она северная. Мне лучше пусть будет холодно, чем вот плюс 30, и когда ты вообще не можешь ничего делать, голова у тебя не варит. Это еще плюс 30, а на юге-то там и 35, и плюс 40. Единственное, что мне... Какая мысль меня спасала, я думала, я приеду на юг и перестану хотеть много есть. Из-за круглосуточной жары не захочется уже, знаете, таких продуктов тяжелых, мяса там, еще чего-то, булок каких-то. Это у нас 9 месяцев в году зима, поэтому мы любим там и мяско поесть, и шаурму всякую, и булочки, и конфетки. А там, я думаю, там такой климат, там жара, и ходить с полным животом вообще не захочется. Но это я, моя логика такая, что там захочется больше фруктов, водички, моря, и все. Но и это такой, как отличный способ похудения. А самое главное, знаете, что? Это вот сейчас жара на неделю, и у нас через 2 дня отключают горячую воду. Мы будем мыться в холодной воде, греть чайник. Ну а что, а что, а что? Жили же раньше нормально, грели воду, мылись. Поэтому завтра, я думаю, у меня еще одна генеральная уборочка намечается, прибрать, все помыть, и приготовиться к 2-х недельному безгорячему житию. Насчет последней поставки, которую я уже отправляла, я вам тоже рассказывала, по новым правилам уже, которые оформляла. День в день практически, вот как деловые линии привезли, по-моему, в тот же день уже заколки появились на сайте. Все принято один в один. Сколько отправляла? 80 штук. Столько 80 и приняли. И я была очень приятно удивлена. Я болтала, рассказала вам последние новости. Если вам вообще нравится такой формат, дайте знать мне в комментариях, чтобы я почаще записывала такие творческие болталки. И вы можете заниматься своими делами, и я, и можем обсудить последние новости. Так что ставьте лайки. Кто ставит лайк и подписывается на канал, у того точно все будет хорошо. У того, кто будет подписан на канал, в скором будущем обязательно придут какие-то хорошие новости. Обязательно. А кто не подписан и не ставит лайк, но смотрит... Ох, нехорошо это. Вам спасибо за компанию, и до скорой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok